С 10 по 16 сентября в Владивостоке пройдет одно из самых ожидаемых культурных мероприятий Дальневосточного региона, 19-й международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Приедет команда из 80 человек, в их числе режиссеры, художники, композиторы, которые представят свои картины на фестивале. Также в этом году зрители вновь встретятся с гордостью фестиваля кинорежиссером Алексеем Учителем. Я сейчас сижу и вспоминаю, у нас с учителем уже была приятная встреча, когда Поклонская, да, женщина, да, написала о том, что нельзя показывать Матильду. И мы такие мужественные, что с перепугу показали здесь Матильду, но она была показана на Чуркине, на кинотеатрах. И тогда я помню Алексея Учителя, который достаточно благополучно высказался, поблагодарил за то, что мы набрали смелости и показали Матильду, которую теперь уже смотрят все. На сегодняшний день уже 185 фильмов утвердили для участия в программе. Из 39 стран 31 работа – это дебютные картины, 36 российских пример, 14 азиатских и 9 мировых. Это кино России, популярная, пожалуй, одна из самых популярных на кинофестивале – это «Фокус Индия», лаборатория дебютов, программа «Честь и слава», две программы, посвященные в той или иной степени и мере подрастающему поколению. Это программа «Семейный сеанс» и программа «Поколение», которая так и называется, «Движение вперед», как мы ее тяжело собирали. Просто много короткого метра, как всегда, и много мастер-классов. На кинофестивале будет представлено несколько специальных программ, в том числе образовательная. В этом году проведут пять мастер-классов при содействии Московской школы кино. Также будет бесплатный сеанс программы Госфильмофонда. Вот настоящее такое раритетное архивное кино. Программа называется «Кино в эпоху космоса», вернее, «Космос в эпоху кино». И это фильмы, которые демонстрируют, как изменилось, как менялось отношение к космической программе, вообще к освоению космоса, начиная с 1912 года, когда космос еще был просто фантастикой, до 1991 года. Ожидается много анимации. Эти короткометражные анимационные фильмы увидеть где-либо, кроме как на кинофестивале, будет невозможно. Также покажут картины, которые подготовили к юбилею Земли Леопарда. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.